Всем привет, с вами Магия, это видеоблог магазина Сникер Хэд. В эфире у нас новости, погнали! Тест ран Project 3 от New Balance из Салеха Бамбуря обрели новые детали и подробности. Даже картиночка в духе фильмов 80-х, где он такой весь огромный в духе Годзиллы в своих новеньких кроссовочках. Как по мне, кроссовки уже не будут такими успешными, как чейны от Versace, но для любителей анималистических принтов, да и самого Салеха, мне кажется, вполне. Ожидать их стоит в апреле, поэтому следите за новостями. И еще новостей о New Balance. Для всех любителей около футбола и бренда Stone Island заявлено о новой коллаборации. Мы помним, что много-много лет назад выходила коллаборация на модель 577. И довольно-таки успешная была оранжевая версия, довольно-таки популярная, полные солд-ауты, ну и, конечно же, реселлинг. Посмотрим, что в этот раз они подготовили. Прошло достаточно много лет, будет очень интересно посмотреть на данную коллаборацию. Эксклюзив от Atmos'а на Adidas'ах ZX8000. Все это в рамках линейки по продвижению восьмитысячников и разных ZX'ов, которые идут уже весь год. И это у нас эксклюзив, который внимательно будет представлен на Atmos' с кони. Вы знали, что такое есть? Нет, вы знали только про Sinkerhead Con. Ну вот теперь и другие большие магазины подспиздили у нас идею и делают свои коны. Так что будем ждать. Надеюсь, кто-то попадет все-таки на такое мероприятие и расскажет, что же там происходит. Но мне кажется, Atmos' довольно-таки крутой бренд, поэтому сделают все на высшем уровне. Будем ждать новостей. Латино-американский музыкант Bad Bunny и Adidas выпускают очень интересные форумы. Они, как я понимаю, сделаны для скейтбординга, потому что в паке идет и дека, и дополнительные накладки на язык для мягкости. Ну, короче, интересный и довольно-таки пак получился. Куча клевых деталей, затяжек, всяких фастексов. Ну, короче, круто. Не так много, на самом деле, моделей. На форуме было сделано прикольно. Была недавно какая-то классическая коллаборация с каким-то из магазинов с синими полосками. Мне, кстати, она очень понравилась. И вот новая история в таких бежевых тонах. Все здорово по мне. Если вы любите скейтбординг и Adidas, то, мне кажется, must-have. Единственная проблема, я не совсем понимаю, кто этот артист, но я знаю, что у него был фит с Джей Балвином, который тоже не так далек от кроссовочной игры. Поэтому, мне кажется, будем следить за новостями от этого артиста. И интересно, конечно, посмотреть на эти скейтерские форумы. Интересная модель. Подъехали макапы и уже маленькие тизеры готовых разобранных кроссовок в коллаборации The Clot и Sakai. Очень надеюсь, что это будет силуэт Waffle, хотя уже это подтверждено. И на фотографиях, в принципе, видно. Также есть фотографии нескольких деталей. На самом деле, сочетание цветов просто бешеное. Чем-то напоминает Kiss of Dead, которые выходили недавно, но со своей эстетикой. И силуэт, который переделали Sakai, конечно, очень-очень доставляет. Поэтому ждем эту пару с нетерпением. Подъехал силуэт в оранжевой расцветке Кима Джонса. Долго мы ждали, что же он выкинет. На самом деле, суперпростая пара, но в этом, на самом деле, мне кажется, ее приколы. Очень много красивых деталей и хороших материалов. В принципе, это заменяет какой-то яркий дизайн. Но при этом мне нравятся сочетания. Я люблю оранжевые детали, лаконичный серый цвет, несколько сочетаний кожи и клевая такая современная сетка в духе офф-вайтовских моделей. Мне нравится. Не могу сказать, что я не ожидал большего от Ким Джонса. Хотелось чего-то, наверное, такого более безумного. Но, в принципе, если разобрать его вещи и коллаборации, за исключением, конечно, Dior, он всегда пытался к такой эстетике идти. И, в принципе, мы получаем очень крутые, качественные 95-е. Ценник на них тоже немаленький, 19-200. Но, на самом деле, по материалам, и учитывая нынешний ценник, это, ну, вполне, наверное, имеет место быть. Плюс и Миккин Джонса тоже добавляет до этих кроссовок. Не знаю, если вы фанат 95-х и хотите действительно качественные кроссовки, которые поносятся долго, то, мне кажется, если можете себе, конечно, позволить, это ваш вариант. Если вы фанат классических моделей и силуэтов от Adidas, да еще и в монохромном черном цвете, вам стоит обратить внимание на вторую коллаборацию от Farrell, которая, кстати, частично будет представлена у нас в магазине. Ну, что могу сказать? Triple Black — это всегда must-have, это всегда круто, стильно, и если не знаешь и не умеешь сочетать цвета, покупай все черное, желательно одного оттенка, и будешь выглядеть хорошо. Так что черный — это новый черный, это никуда не изменится, поэтому обязательно для фанатов черных... Так это как-то по-российски звучало. Для фанатов черных кроссовок. Так, обратите внимание на эту коллаборацию. И по одежде, на самом деле, Farrell тоже не лажанул. Все подобрал по цвету, так сказать, и для своих кроссовок. Если вы не поняли, коллекция одежды тоже черная. Как говорит Костян, осенью нас ждет очень-очень крутые ништяки, и в том числе это Трэвис Скотт и Джордан 1 в коллаборации с Фрагментом. Все больше фотографий и подробностей уже появляется в интернете, и уже можно смело сказать, что это не одна пара, которая появилась на Трэвисе, и не куча макапов, которые непонятно как будут выглядеть, но в принципе есть уже реальное понимание Colorway и всех деталей, которых присущи были и первой модели. Конечно, это фирменный синий цвет от Фрагмента, белое основание и черный служ. На самом деле смотрится суперкруто, отдает немного первыми фрагментами, но при этом получила собственный Colorway и свою эстетику. Трэвис Туз, фрагмент Туз, пару ждем. Чувак с обалденной и дорогой коллекцией кроссовок недавно женился, и, наверное, свадьба влетела в копеечку, потому что на аукционе Sobis появилась куча-куча крутых пар именно от этого коллекционера. Это, да, довольно-таки на самом деле стандартная новость в Никер Хэд-сообществе, что пары сливаются, но тут такие пары, что можно на самом деле язык проглотить. Здесь несколько вариантов эксклюзивных сэмпловых версий Eminem. Есть золотые кроссовки Jordan от Asher. Не знаю, это коллаборация или личная коллекция, но написано, что золотые модели принадлежат Asher'у или имеют какое-то к нему отношение. И, конечно, есть уникальная пара из сериала «Антураж», который в русском переводе называется «Красавцы». Air Force One с «Золотая черепаха». Я почему-то думал, что это были только кастомные кроссовки, но меня поправили, что появлялись реально золотые от Nike, но неизвестно их количество и кому они достались. Ну, наверняка, они были у самой «Черепахи» из фильма и, может быть, у главных героев. А так больше я пар, честно говоря, даже не видел. Поэтому, если есть бабки, ломитесь и выкупайте, потому что этого просто не найти. Видно, не дает покоя Вирджилу Эбло успех суперстаров и Фаррелла Уильямса много-много лет назад с кучей разных цветов. Поэтому в этом году анонсировали, что на данках «Оффлайт», это, знаете, который с таким шнурком дополнительным, который, в принципе, не нужен, и его в основном все убирают, чтобы кроссовки выглядели круче. Анонсировал, что выйдет 50 колорвеев этой расцветки и этой модели. Посмотрим, что из этого получится. Но интересно только то, что каждый сможет подобрать, мне кажется, себе данки действительно по цвету. За это стоит поблагодарить 2021 год. Хотели данков? Нати. Давненько Nike не выпускал ничего с парой. И вот сейчас анонсировали Nike Dunk SB Low Pro. Интересная расцветка, причем кроссовки выполнены в разных цветах. То есть между собой они не бьются по цвету. Одни выполнены с белыми деталями, другие выполнены с коричневыми деталями. Общее на этих кроссовках, такой, я не знаю, шерстяной вязанный элемент, напоминающий пончо, повторяющий узор его. И по цвету тоже довольно-таки похож. Это основная тематика. И, конечно же, то, что пары не сочетаются, тоже довольно-таки крутая фишка. У пары всегда интересные коллаборации с Nike, всегда желанные. Поэтому я думаю, что данки на волне своего успеха не станут исключением. В этом году нас ожидают вот-зе... Нет, не данки, хотя это данки, но называется это вот-зе P-Rod, точнее, Пола Родригес. Это кроссовки, выполненные из деталей всех кроссовок Пола Родригеса. Получились вот такие вот-зе P-Rod. Интересные кроссы напоминают чем-то выходившие вот-зе данки, которые считаются культовыми и, наверное, лучшими в теме собирания разных кусочков из кроссовок. Но меня удивили, на самом деле, эти кроссовки Пола Родригеса. Смотрятся свежо, круто и как версия 2.0 для уже известных вот-зе данков. Круто будем ждать. Мне кажется, что будет одна из самых хайповых и реселиваемых версий. А с вами был Маги и видео-блог магазина Сникерхед. Не забывайте подписываться на наш канал, жать колокольчик, ставить лайки, оставлять свои комментарии, какие кроссовки вам понравились больше всего и какие кроссовки вы ждете и хотели бы, чтобы появились у нас. Мир!